Доброе утро, уважаемые коллеги! Насколько вы могли заметить, пара доллар-иена на вчерашних торгах так и не смогла продемонстрировать выраженные ценовые динамики, еще раз подчеркнув инвесторское замешательство относительно выбора направления трейда. По итогам дня японская иена ослабла еще на 27 пунктов, закрыв торги на уровне 102.42. Слабая иена потеряла актуальность после того, как член правительства Японии сообщил, что масштабы ослабления иены уже достаточны. Стоит отметить, что постоянное вливание средств в глобальную экономику центральными банками привело финансовые рынки к их многолетним максимумам. Но в последние недели представители крупнейшего из них, ФРС, стали поговорить о возможном сворачивании программы количественного смягчения. Сегодняшняя сессия относительно этого является своего рода «днем Икс», поскольку в 18.00 по Москве состоится выступление председателя Федеральной резервной системы Бернанке. Рынок с нетерпением ожидает, что председатели прокомментируют недавние высказывания, предполагающие, что даже некоторые руководители Федеральных резервных банков, единомышленников Бернанке, такие как Эванс и Чикаго, кажется, уже склоняются к идее уменьшения покупок облигаций. Естественно, перспектива изменения монетарного режима может оказать колоссальную поддержку американской валюте. Но стоит отметить, что вероятность этого крайне низка. Не будем забывать о том, что проблемы, для которых, собственно, и проводилось монетарное стимулирование, еще далеки от решения. А значит, Бернанке вряд ли пойдет на изменения текущего режима. С учетом сказанного, локальное укрепление иены вкупе с вероятной фундаментальной слабостью американской валюты по факту итогов протоколов ФРС США скорее снова направит указанную валютную пару прямиком к уровню бывшего опционного барьера на значении сотого рубежа. Но поскольку это своего рода, скажем, среднесрочная цель, в настоящий момент будем руководствоваться ориентиром поближе. И в качестве вероятного сценария сегодняшних торгов по паре доллар-иена мы обозначили уровень 102, к которому вполне может стремиться японская иена по итогам сегодняшней торговой сессии. Итак, нефтяному активу так и не удалось сохранить восходящий задел по итогам очередной торговой сессии. Во вторник нефть снова оказалась в красной зоне, просев на 0,6% до уровня 103,6%. Инвесторы предпочли не рисковать в преддверии важного макроэкономического события итогов протоколов последнего заседания комитета ФРС, а также выступления его главы Бена Бернанке. Кроме того, сегодня в 18.30 по Москве будет опубликованный отчет по изменению запасов нефти от Минэнерго США. Общие запасы остаются вблизи максимального, по крайней мере, за последние 30 лет уровня, с августа 1982, что также добавляет опасения возможного продолжения тенденции к их наращиванию. Сегодняшняя сессия обещает стать весьма динамичной и для черного золота. Если глава ФРС оставит текущий объем монетарного стимулирования без изменений, нефть получит фундаментальный повод для роста. Дополнительная поддержка может прийти со стороны снижения запасов, что по предварительным отчетам также весьма вероятно. Поэтому в качестве наиболее вероятного сценария на сегодня по нефтяному активу мы обозначили возобновление восходящего движения, то есть роста к уровню 104,5, который мы обозначили в качестве краткосрочной цели по этому активу. Ну и, конечно же, главная валютная пара – европейский валютный риск. Европейская валюта продолжила умеренное восстановление, добравшись по итогам торговой сессии вторника до уровня 1,2919. Как мы уже отмечали, сегодня все внимание инвесторов будет приковано к выступлению главы ФРС Дэна Бернанке. Момент выхода из программы количественного смягчения раньше не имел прямых источников от комитета по операциям на открытом рынке. Но шквал заявлений ФРС в последнее время намекнул рынку, что начиная с июня, августа или, возможно, даже сентября, американский мегарегулятор, вероятно, установит новый баланс. Именно это предположение и ложится в основу тихучих спекулятивных ожиданий. Мы же полагаем, что Бернанке вряд ли преследует цель выбить рынки из калии, особенно в ситуации, когда экономическая неопределенность сказывается на инвестиционных настроениях. Стоит отметить, что оснований для продолжения экономического стимулирования в прежних объемах гораздо больше, чем в пользу его корректив. По этой причине ожидаем мягкую риторику со стороны председателя ФРС, которая, скорее всего, еще раз подчеркнет верность монетарного курса, проводимого Соединенными Штатами Америки. В случае реализации указанного сценария, европейская валюта сможет продолжить локальное восстановление, начатое прямиком с начала этой недели. Поэтому в качестве краткосрочной цели по указанной валютной паре мы обозначили уверенное тестирование уровня 1.30, которое может пройти в оставшиеся три торговые сессии и приблизиться к этому уровню. У европейской валюты есть все основания уже на сегодняшней торговой сессии. Таким образом, с информационным фоном на сегодня все. Большое спасибо за внимание и удачной вам торговой сессии. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok